Слава Богу! А пещера – временным жилищем. Голос вопиющого в пустыне – путь Мессии приготовьте ныне. Он идет, как огнец на заклане, исполняет Бог обетование. Я крещу сегодня вас водою, но иной идет уже за мною. Духом и огнем крестить он будет, он спасает грешников, не судит. Это слово о Небесном Сыне пронеслось по жаркой Палестине. День и ночь у берега Крутого Иоанн ждал гостя дорогого. И, предвидя радостную встречу, на дорогу выходил предтеча. Но однажды под лучами солнца Иоанн увидел незнакомца. Он узнал по родственным приметам, и Иисус идет из Назарета. «Вот он, огнец!» – возгласил предтеча. Он возьмет грехи людей на плечи. Он объявит царственную милость. Это слово эхом прокатилось. Объявил Мессия Иоанну. Я пришел креститься к Иордану. Иоанн смутился и при этом обратился к Господу с ответом. «Не могу я в воду опуститься, от тебя мне надобно креститься». Но Господь сказал ему спокойно. «Эту правду надлежит исполнить». Он вошел невозмутимо в воду. Тут же голос возгримел к народу. «Голос неба – дивное явление. Сей есть Син мой, в нем благоволение». Дух святой сиянием голубиным воспарил над вечно сущим Сыном. Иоанн стоял у придорожья. Наконец свершилась воля Божья. Он сказал, «Я буду умоляться, а Христос рости и возвышаться». На дороге возле Иордана смолк могучий голос Иоанна. Год прошел, и вот взамен награды – голова у ног Иродиады. Ирод, Ирод, видит Божье око, ты убил великого пророка. Ты убил, но голос правды Божьей не убить тебе, не уничтожить. Для людей, для грешников открылась во Христе спасающая милость. Этот голос, прозвучавший свыше, и сегодня еще громче слышен. Он градет, и близок час расплаты. Трепещите Ироды, Пилаты, радуйтесь, кто свое сердце принял. Господа спасающие имя. Аминь. Аминь. Слава Богу.